На торжественной церемонии открытия первенства Дальнего Востока и чемпионата края почти 300 кудоистов. На татаме выходят сильнейшие ребята со всего округа. Уровень бойцов на Дальнем Востоке высокий, так как именно с Владивостока кудо начало распространяться по России. Противостояние на этих турнирах принципиальное. Тот, кто стал лучшим на этом этапе, с большей долей вероятности победит и на всероссийском первенстве. Наш регион, он очень опытный в этом плане. Бывает, что не каждый может даже выиграть Дальний Восток, но становится чемпионами и призерами России. Это говорит еще раз о том, что у нас конкуренция очень сильная. Мы с каждым годом наблюдаем о том, что даже маленькие дети, которые буквально вчера дрались на маленьких турнирах, сегодня уже занимают высшую степень педесталов России. В соревнованиях принимали участие как юноши от 12 лет, так уже и взрослые кудоисты. Несмотря на разницу в возрасте и уровень мастерства участников, каждый из поединка вызывал бурю эмоций на трибунах. Зрители яро поддерживали своих кудоистов, а тренеры не скупились на эмоции во время боев. Не просто было и судьям. Когда соперники бьются на равных, определить победителя особенно сложно. Тот темп, который показывают юноши и юниоры на татами, вот этот каскад техник, который меняет друг друга ударно, бросковывает там партер, тут же стоит снова ударно, и причем все по делу, причем это нужно оценивать. И нужно иметь очень высокую квалификацию, подготовку для того, чтобы правильно, грамотно и адекватно реагировать на все это. По итогам турниров безоговорочное лидерство за кудоистами из ладивостокских клубов. На их счету 67 наград, 28 из которых медали высшей пробы. На следующий всероссийский этап отправятся по два сильнейших спортсмена из каждой возрастной группы. Наши ребята примут бой в рамках первенства страны. Оно пройдет в Москве 10 декабря. Редактор субтитров А.Семкин